Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте именю Твоему Вышне. Возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песною гуслих, яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, и в деле руку Твоей возрагайся. Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня мы снова с вами продолжаем изучать псалтирь и будем разбирать 55-й псалом. 55-й псалом, как и прочие псалмы, имеет надписание «В конец о людях, о святых, удаленных Давиду в столпописание, в них да удержавшие и на племеннице в Гефе». Данный псалом говорит о тех людях, которые были удалены от святых, то есть удалены от самого Бога через нарушение заповедей Божьих. И Дух Святой призывает этих людей вернуться и помнить о том, что Господь дал очень важные, дал заповеди, которые написал на неких столпах. Что это за столпы? Это скрижали, конечно, Ветхого Завета, на которых на вот этих каменных скрижалих и были написаны заповеди Божьи. Конечно же, по неким разумениям святые отцы говорят, что это псалом ещё и имеет буквальный смысл, потому что псалмопевец Давид здесь говорит и о себе, и он находился в трудных неких таких обстояниях жизни, которые его удаляли и от израильского народа, и от Скинии Завета. Конечно же, здесь псалмопевец Давид пророчествует и о иудеях, которые через Вавилонское пленение были удалены от своего места, от святого места, от святого града Иерусалима. И, конечно же, каждый человек, который не сохраняет заповеди Божьи, он удалён от самого Бога и от общества святых. «Помилуй мя Божье, якопопрамя человек, весь день боря стужимя». «Помилуй мя Божье». Всегда псалмопевец Давид обращается к Богу и ищет Его милости, потому что без милости, которую Господь посылает, невозможно ничего доброго сделать на этой земле и победить тех врагов, которые искушают нас, как видимых, так и невидимых. Псалмопевец Давид неоднократно говорит и обращается к каждому из нас, что бы мы не искали нигде помощи и защиты, кроме Бога. Только Господь, если поможет, то тогда мы обретём истинную и подлинную помощь. И никто из человек не сможет нам помочь в тех обстояниях жизни, в той борьбе, в которой мы находимся. «Якопопрамя человек». Действительно, мы большие искушения испытываем от тех людей, которые причиняют нам какое-то зло. К сожалению, в жизни человеческой постоянно появляются те люди, которые нас очень любят, уважают, которые готовы нам помогать. Но больше тех людей, которые хотят причинить нам какое-то зло, даже те, которые не имеют к нам никакого отношения. Но наша сама жизнь или наша деятельность, она мешает им, потому что они не являются людьми правды и закона Божьего. И уязвелимы, бывает, той деятельностью и теми трудами, которые совершает человек. И поэтому, хотя мы не общаемся с ними, но всё равно неприятны их лицу. И они всячески ищут какие-то возможности причинить зло человеку. И от этого испытывают радость и удовлетворение. А в сердце своём слагают, как будто они совершили великое дело, потому что у них есть такая возможность навредить человеку. Конечно, здесь псалмопевец Давид говорит не только по праме о человеке, как о человеке реальном. Хотя если брать конкретного из нас, то мы знаем этих реальных людей. Если брать вавилонское пленение, то, конечно же, здесь есть понимание того, что Новохадоносор приносил немалое зло избранному народу. Ну а если брать Давида, то он тоже знал своего врага. В данный момент это Саул, который искал его, чтобы уметвить, чтобы он не был перед глазами его, и чтобы та боязнь соперничества, которая родилась в его сердце, была упразднена. Ну и, конечно же, если мы берём якобы по праме человек, ведь духовный смысл никто и таинственный смысл псалтири никто не отменяет. Поэтому мы также понимаем, что под этим именем понимается и враг рода человеческого, потому что он себя любит, и любит страсти, и то, что является плоским для человека, и поэтому ухищряется всячески причинить человеку зло. «Весь день боря с тужимя». Конечно, весь день причиняет боль человеку через какое-то притеснение и через ту брань, которую возводят на него те или иные люди, конечно же, или враг рода человеческого через платолюбие, сластолюбие своё. Но, конечно же, здесь каждый должен помнить, что вот в таком отношении мы ничего не сможем. Мы, конечно, сопротивляемся этим искушениям, конечно, стараемся противостоять им какими-то нашими человеческими усилиями, но они не принесут нам окончательной победы и пользы в этой борьбе, если не Господь пошлёт свою милость и свою благодать. Поэтому псалмопевец Давид и начинает эти строки такими словами. «Помилуй меня Божие». То есть он уповает на милость Божия и на ту силу, которую Господь может послать в этой борьбе и ему, и каждому из нас, ведущему духовную жизнь. «Попрашай, мябрази мои, весь день, яко многие борющие мя с высоты». Опять-таки, весь день, это каждый день. Они, конечно, причиняют нам некое зло, и их очень много, таких людей, и они стараются всё это сделать, пользуясь своим высоким положением. «Борющие мя с высоты». То есть они имеют такую возможность причинить человеку зло, потому что у них есть высокое положение. «В день не убоюсься, аж уповаю натя». Что такое «в день не убоюсься»? Здесь святые отцы поясняют, что днём называется не только сам день, как свет. Днём, конечно, человек может не убояться, потому что он видит, и в тот же день связан со светом. Когда человек пребывает во свете, то он видит тьму и видит тёмные дела. Но в то же время святые отцы поясняют, что днём здесь больше имеет такое благоденственное и временное счастье. Не случайно в предыдущем стихе псалмопевец задавит о том, что «яко многие борющие мя с высоты», то есть они имеют право на такие коварные замыслы, потому что они имеют высокое положение. И это положение даёт им возможность считать себя высокими, имеющими власть над другими людьми. И то, что они с высоты своего благоденствия и счастья, а счастье человек ведь современный, такой земной человек, и понимает, что счастье заключается не в том, что он с Богом, не в том, что он имеет часть с Богом, не то, что он приобщён к вечности, а то, что счастье — это богатство и высота положения. За это и борется современный человек, чтобы удовлетворить больше свою гордыню. И когда он достигает такого высокого положения не для того, чтобы совершать добрые дела, не для того, чтобы утверждать правду на земле, а утверждать, конечно, свою правду. Почему человек не может утверждать свою правду? Потому что наша правда есть беззаконие перед Господом, она смешана со грехом, она смешана с теми страстями, которые владеют нами. И только единая правда может принести пользу человеку. Это правда Божия. Здесь нет примеси той неправды, которая живёт в нас самих. И вот, достигший такого высокого положения, человек и начинает причинять боль другим, не понимая о том, что бы они не делались другими людьми, как и враг рода человеческого. Он думает, что сейчас причинить вред человеку, потому что он имеет некую такую власть и возможность соблазнять и искушать человека. Но никогда не думает о том, что тот человек, которому и причиняется этот вред, он же уповает на Бога. Он перед собой видит Бога и считает его своим заступником. И далее, поэтому Псалмопевец говорит такие слова, «Обозе похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюсь, что сотворит мне плоть». Ну, естественно, тот человек, который уповает на Бога, он, конечно, победит плоского человека, тот, который поступает со стороны страсти, со стороны прихоти. Потому что зло творит не тот человек, который ищет этой правды в жизни, а на самом деле тот, которого уже захватила плоская страсть, захватили те страсти, которые сделали его уже низменным. Со своей низменностью он становится жестоким и неправедным. Но человек, уповающий на Бога, он, конечно, может победить такого человека, который так низменно и плоски поступает. В то же время такая же борьба происходит и с врагом рода человеческого, который думает о том, что он победит человека, он сейчас причинит ему вражду. Но не получается, потому что на Бога уповает. И не страшно человека, который живет с Богом, потому что тот, кто призывает имя Божие, тот и побеждает врага рода человеческого и побеждает те обстоятельства, которые рождаются в жизни. Но эти обстоятельства, опять-таки, Господь дает для того, чтобы мы постоянно имели надежду на Бога и совершенствовали всех добродетелей, которые возвышают человека и поднимают его до Царствия Небесные. «Весь день словес моих гнушахуся, намявся помышление их на зло». Конечно же, дальше можно даже сказать о некой психологии развития греха, о которой пророчествует псалмопея и говорит в данном псалме. Никто не хочет выслушивать человека вот в таких обстоятельствах. Никто не хочет слышать даже его слов, хотя правда Божия и требует некого вмешательства, чтобы было проведено как бы полное расследование тех или иных обстоятельств в жизни. Но почему-то никто не хочет слушать. Почему не хотят слушать? А потому что утвердились собственные правды. Потому что гордыня говорит, что я прав, что я и так все вижу, я все знаю. Зачем мне что-то еще исследовать в тех или иных обстоятельствах жизни? Я не хочу слушать его слов. И поэтому псалмопевца Давида ни Саул не слушал. И враг рода человеческого, он тоже нас не слушает. Он делает свое дело гнусное и причиняет немалый вред и страдания человеку. Также и Давид испытывал немалые трудности, испытывал вот такую внутреннюю сердечную боль от того, что он не мог оправдаться, не мог сказать, что это наветы вражей, что это языки злых людей, которые пошли за врагом рода человеческого. Поэтому он говорит «Весь день словес моих гнушахуся». То есть никто не хочет меня слушать. Те, которые возложили на меня бремя тяжелое и те, кто возвигли на меня гонения. «Намя вся помышление их назло». То есть они помышляли целыми днями зло на Давида и в то же время пребывали в этом зле. И это зло разжидало гнусные мысли. И затем эти гнусные мысли превращались во зло. «Вселяться искрыт, ти пету мою сохранят, як уже потерпеша душу мою». Но опять-таки вот здесь развиваются мысли. Псалмопевец Давид говорит о том, что же дальше будут делать те люди. А дальше они будут делать очень злое и противное. Они будут искать оправданий своих действий. Эти оправдания будут искать лишь только потому, что хотят доказать всем, что они действительно очень мудро поступают. То есть будут расставлять сети для такого человека, будут высматривать, выслушивать за ним, чтобы потом уже в чём-то уловить его и доказать свою правоту. Вот эти вот злоумышления, они также исходят от врага рода человеческого, который хочет перед Богом показать свою правоту и хочет показать, вот как, насколько он правильно и правильно поступает. «Не отчасом же отриняши я, гневом люди не зведеши». Ну, конечно же, Богу ничего не стоит погубить врага рода человеческого. Бог может это сделать, и поэтому псалмопевец и говорит о том, что гневом люди не зведеши, то есть поборешь этих людей, которые уповают на себя и думают о том, что они пребывают в правоте. Псалмопевец Давид знал об этом, и он понимал, что рано или поздно всё изменится, потому что Бог, Он не только милостив, Он ещё и истинен, а истина Его и заключается в той правде, которую Господь показывает всему роду человеческому. «Боже живот мой возвести к тебе, положил, если слеза моя пред тобою, якова обетование твоем». Ну что ж, действительно, Бог видит слёзы людей. Почему видит слёзы людей? Потому что видит ту неправду, которую совершает человек, и когда против него идут вот эти вот несправедливые обвинения, то тогда человек начинает обращаться к Богу, показывает жизнь свою и говорит, что в неправде на меня восстали Господи, и я сейчас нахожусь в состоянии униженного человека, обиженного человека, который не имеет никакого утешения в жизни, но Господь такому человеку сказал, «Я не оставлю человека униженного и обиженного, я явлю ему милость». И вот здесь и псалмопевец Давид говорит, что «и в обетовании яко, и в обетовании твоим». То есть «я положил слёзы мои пред тобой», то есть «открыл душу свою», когда человек находится вот в таком порыве покаяния, порыве некоего огорчения, он открывается полностью перед Богом, и Господь видит, что по неправде, по клевете, по злому умыслу обижен этот человек, и тогда он являет обетование своё. И обетование Божие именно и заключено в том, что Господь милость являет тому человеку, который так открывается перед Богом, и который вот в данную минуту настолько обижен и унижен, и Господь не может терпеть слёзы неправедно обвинённых людей, а являет, конечно, наказание тем людям, которые это совершили, потому что их благо и их счастье, такое, как они воспринимают счастье, то есть их власть и деньги, они дополи до времени, а потом Господь всего этого лишит, и правда Божия, конечно, восторжествует над тем человеком, который, пользуясь своим высоким положением, не творил милости, и Бог не явит милости с ним по прошествии некоторого времени, ежели этот человек не принесёт покаяния и исправления тех дурных дел, которые он сделал по высоте своего положения и по своей гордости, и по своей надменности. «Да возвратятся вразимые спять, вон же ащи день призовуте, сепа знак, якоб Бог мой еси ты». То есть, что значит, «Да возвратятся вразимые спять»? То есть, они действительно, когда человек, да и враг рода человеческого, когда он на высоте своего положения, то он идёт впереди и за ним идёт человек, или ведут человека, который унижен ими, оскорблён ими, и который находится в таком положении, в положении человека гонимого, в положении человека, который не имеет уже собственной воли, но поступает по обстоятельствам жизни, потому что кругом он видит, что его притесняют и гонят его. А вот придет время, да, возвратит вразимое спять, то есть спять, то есть они назад побегут, как каждый враг, который видит превосходство силы своего соперника, бежит назад, то есть обращается в бегство. Также и спять побегут те враги, которые причиняют зло. В данном случае это и Новохуда Носар со своим войском, как говорит в этом псалме, псаломопевец Давид, как и Саул попал в руки Давида, так и враг рода человеческого был посрамлен и побежден пришествием в этот мир Христа Спасителя. Так и враги наши личные, которые тоже причиняют нам немалое зло, также обратятся вспять, потому что правда Божия, она восторжествует, и все они поймут, что за правдой стоит сам Бог, и за людьми, которые идут вслед за Богом, за ними тоже стоит Бог. И это все приходит посредством той молитвы и того общения, в котором человек, находящийся в таком трудном положении, обращается, общается с Богом. «О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Богу повах, не убоюсь, что сотворит мне человек». Да, действительно, когда мы так живем, когда мы имя Божие прославляем, когда мы исповедуем Бога, когда все упование наше лежит в области нашего Творца, когда мы не надеемся на сына и на князи человеческие, потому что в них нет спасения, тогда нам не страшны эти козни. Козни человека, который может еще и еще раз воздвигать на нас, может причинять нам постоянную боль, но мы понимаем, что все это будет посравлено, что все это будет побеждено, потому что с нами Бог, а если с нами Бог, то кто против нас? Также и враг рода человеческого, что бы он ни думал, как бы он ни хотел нам причинить какое-то зло, он ничего не сможет нам сделать, лишь только потому, что Господь помогает нам, что Бог с нами, и нам не нужно бояться коварства врага рода человеческого, нам не нужно бояться людей, которые причиняют нам зло, хотя это вызывает и сильный страх от нашего малодушия и от нашего маловерия, потому что, во-первых, Бог не дает нам креста высшей сил и понести то гонение и те козни врага рода человеческого, которые бы мы не смогли понести, но дает их, как мы уже не раз с вами говорили, для того, чтобы мы утверждались в истине, чтобы мы утверждались в правде, чтобы это делало нас бодрыми, сильными, стойками против тех искушений, которые бывают в нашей жизни, и в то же время, чтобы совершенствовались добродетели, потому что ничто, как страдание, не дает человеку терпения, ничто, как оставленность, не рождает сильного упования на Бога, ничто, как презрение к нам не являет в нас и не рождает в нас ту любовь, которую мы можем явить всем тем, которые окружают нас, ничто, как те испытания, которые бывают у нас, не дают нам возможность понять тех людей, которые тоже впадают в трудные жизненные обстоятельства. И в этом великая милость Божия, и Господь дает нам это, но нам не надо страшиться, нужно всегда призывать Бога. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, то есть всякое слово, которое исходит из уст наших, оно, конечно, должно направлено на прославление имени Божьего, и тогда ничего не сотворит мне человек. Вот мы говорили о человеке, как о Новогодоносоре, который приносил вред всему избранному народу, как о Сауле, который теснил Давида, как о враге рода человеческого, который также причиняет боль и страдания всему человечеству. «Во мне, Божьи молитвы, я же воздам хвалы Твоей я». Ну, действительно, все молитвы — это обращение к Богу, и через это обращение к Богу, через эти молитвы воздаётся хвало Богу. Ну, конечно же, вот то смирение, сокрушение, которое имел Давид, и является украшением всякой человеческой молитвы, то есть человеческого обращения к Богу. «Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои ослез, и нози мои от ползновению, блогу гожду пред Господом во свете живых». Конечно, Господь избавил, и Давида избавляет всякого человека от того низменного состояния. «Душу мою от смерти». Что значит «душу мою от смерти»? Смерть — это не просто смерть физическая, это ещё душу мою от греха. Когда человек находится в таком трудном состоянии, он более бдительным бывает, и, конечно, побеждает грех, который живёт в нём. И вот здесь «Яко избавил Господь душу мою от смерти» именно от того греха, который Господь совершает. «Очи мои от слёз, и нози мои от поползновения», то есть от того, что они не могут стоять, от преклонения их благожду пред Господем во свете живых. То есть, конечно же, чем будем угождать Господу во свете живых? Это исполнение заповедей Божьей. Мы будем избегать всякого греха и всякого порока, который рождается в сердце нашем. Так что, братья и сёстры, очень утешительный псалом, который даёт нам возможность через упование на Господа победить врага, как видимого, так и невидимого, который стремится постоянно выбить нас из ровного состояния, из того состояния, которое свидетельствует о Царстве Небесном здесь, на земле. И это состояние приводит нас к благому и вечному наслаждению. Храни вас всех, Господь, и до новых встреч!